Реализация антиалкогольной концепции России за народную трезвость в городе Москва Карпачев Александр Александрович Здравствуйте, Александр Александрович Александр Александрович Я напомню нашим слушателям, телезрителям что в обществе есть определенные товары которые наносят наибольший демографический урон нашему государству Это алкоголь, о котором мы сегодня будем говорить более 500 тысяч ежегодно смертей по прямым косвенным причинам Это наркотики более 100 тысяч смертей и ежегодно более 300 тысяч наших сограждан погибает от последствий потребления табака Когда озвучиваешь эти цифры то удивляешься их масштабу ежегодно более 500 тысяч наших соотечественников погибает Это наши соседи, наши друзья, наши близкие Экономические потери оцениваются до 2 триллионов рублей ежегодно Это несколько процентов ВВП Александр Александрович, у меня к вам сразу вопрос Как вы оцениваете вообще ход реализации этой антиалкогольной концепции и что изменилось за эти годы? Ну, нужно сказать, что впервые, так сказать, катастрофическое положение было озвучено в 2009 году президентом того времени России это Медведевым где он сказал, что у нас потребление алкоголя 18 литров на душу населения что ситуация, так сказать, катастрофическая поэтому надо принимать какие-то меры вот, естественно, была даже озвучена цифра потери от алкоголя она даже была озвучена больше 700 тысяч он тогда назвал порядка 700-800 тысяч это официальная цифра, прозвучавшая из уст нашего президента и, как обычно, нас принято принимать концепции с пролонгированием, так сказать, вперед на много лет вот, я всегда вспоминаю по этому поводу присказку «Исхожи на середину», когда он взялся научить осла говорить перед падишахом вот, а ему говорят, друзья, ну ты же не научник когда, ну, пока буду учить, так сказать, или падишах умрет, или осел, так сказать, или так далее так же ситуация решится само собой вот, примерно, так сказать, принятие концепции на такой длительный срок без периодического, так сказать, возвращения к ней отчетности, анализа, статистики и так далее примерно так и выглядит поэтому оценить можно именно таким путем вот сейчас с радостью докладывают, что, мол, снизилось потребление алкоголя аж до 14 литров на душу населения даже до 13 с половиной? даже до 13 с половиной, это же большое достижение по сравнению с 18 литров это за пять лет реализации концепции пять лет вообще планы выполнялись раньше, глобальные, так сказать, в советский период ну, что такое 14 литров или 13 с половиной? в общем, мировой уровень считается 6 с половиной, 7 литров если превышаем этот уровень, это необратимо в восстание нации и геноцид идет то есть, то ли у нас будет 500 тысяч или 700 тысяч будет умирать то ли, так сказать, 300 тысяч, но все равно люди будут умирать не изменится ситуация в этом плане всегда можно привести любую страну другую, в мир Турция в населении 70 миллионов человек каждый год население Турции увеличивается на 900 тысяч человек у нас 140 миллионов, у нас каждый год население уменьшается и в том числе, конечно, основная причина это алкоголизация, наркотизация населения в том числе и табакокурение поэтому, если оценить в целом, то какая-то тенденция есть но если оценить действительно результат, который нужно достигнуть, так сказать, с точки зрения для народа, для демографии, для успешного развития страны, экономического развития потому что она полностью зависит от людей, так сказать, работоспособных а ведь в основном работоспособные люди поэтому, конечно, я бы сказал, что пока реализация идет недостаточно интенсивно и самое главное, нет контроля то есть, концепцию озвучили, что-то приняли, так сказать, и все ни на каком уровне, ни на уровне Думы, Совета и Федерации, ни на уровне общественных советов то есть, Вы говорите о контроле со стороны гражданского общества и гражданского общества, в том числе и контроля, так сказать, со стороны государственных органов а какие меры, Вы видите, какие меры нужно реализовать, для того, чтобы концепция реализовалась более успешно? более успешно, ну, первое, так сказать, все-таки, у нас много принято всяких постановлений в том числе и сейчас инициатива делается упор на активность гражданского общества и даже соответствующие принятые постановления конечно, надо активизировать понимание, во-первых, в обществе этой проблемы, оно тоже недостаточно об этом мы поговорим отдельно и естественно по аналогии со многими другими советами, которые созданы по другим проблемам у нас масса таких советов при общественной палате при Госдуме и так далее естественно, необходимо создать такой совет общественный различного уровня это федерального, регионального и местных уровней, начиная с различных молодежных палат и так далее чтобы это все время контролировалось этот процесс. Кроме этого, надо вопрос поднять на уровне государственного уровня, на законодательном уровне, изменение вообще отношения к алкоголю, как пищевому продукту мы живем в алкоголизированном обществе где алкоголь считается пищевым продуктом вот на этом основано все отношения промышленности и так далее вот и поэтому без изменения отношения к алкоголю как не к пищевому продукту как к токсическому веществу изменение существенное наблюдаться в умах тем более в обществе не будет то есть вы говорите о том, что алкоголь по идее не должен продаваться в продуктовых магазинах наравне с хлебом, например молоком а где он должен продаваться? конечно, раз это не является пищевым продуктом но специфически для нашей страны и некоторых других стран он является якобы пищевым продуктом и пока продается как пищевой продукт то естественно надо добиться на заказательном уровне на первом этапе выделить продажи в отдельные специализированные магазины это лучший вариант или хотя бы в больших маркетингах выделить отдельную зону для него с отдельным входом кассы и так далее во-первых, что добивается этим? мы убираем этот видеоряд этих различных алкогольных изделий которые видят наши дети а ведь стереотип поведения проалкогольный который существует в нашем обществе он в том числе восстанавливается этим видеорядом который дети видят, приходя в магазин и они уже начинают с детства с вакуации смысла что это пищевой продукт стоящих на полках красивых бутылках и плюс к этому различные ритуалы которые ощущаются в нашем обществе в том числе на уровне семьи когда есть поменять детское шампанское то есть речь идет вообще об изменении некой просветительской компании политики государства да, просветительская компания и естественное изменение вообще государственной политики понимания этого вопроса то есть оно очень недостаточное а государство сегодня само способно решить такое масштабное я думаю, что государство как таковое оно не способно решить вернее не государство а тот аппарат чиновничный который существует по различным министерствам и в домах, в совете федерации скажите пожалуйста, Александр Александрович а вот вы как председатель общественной организации как вы себя чувствуете в данной ситуации обращают ли внимание на такие общественные организации которые занимаются профилактикой по данной проблеме внимание обращают ли привлекают ли вас к реализации конечно надо сказать, что в последнее время исходя из того, что проявляется активность общества по многим вопросам то и мало того больше прав дано общественным организациям конечно стали больше внимания обращать но подчеркиваю обращать больше внимания на общественные организации которые юридически зарегистрированы то есть с такими организациями и обязаны иметь отношение органов с другого уровня начиная с федерального и кончая региональным и местным уровням если юридической регистрации нет то конечно это слабое взаимодействие идет а когда даже регистрация на уровне того же города то конечно это чувствуется, что есть интересы со стороны средств массовой информации потому что мы уходим в реестр у нас член определенной деятельности общественной которая известна обществу по помощи населению и так далее поэтому конечно интерес есть и надо его интерес поддерживать наши активные деятельности причем деятельностью не только просветительской вообще а грамотной просветительской деятельностью с позиции научных знаний медицинской, физиологии, психологии и всего остального а не просто такая митинговая просветительская деятельность потому что до сих пор очень много допускается ошибок в нашей просветительской деятельности из-за недостаточности и понимания этого вопроса какие основные моменты в конце вы могли бы назвать которые позволили бы сейчас улучшить реализацию антиалкогольной концепции прям по пункту можете назвать? что нужно сделать для того, чтобы более эффективно это реализовать? ну первое, поднять вопрос о том, что алкоголь не является пищевым продуктом да, к сожалению, так сказать, вырывемся в кавычках в культуре, в кавычках, нашего общества это считается пищевым продуктом причем поднять это на всех уровнях вопрос во-вторых, надо привести серьезную государственную экспертизу со стороны компетентных институтов ИНИИ что такое алкоголь? это различные институты профильные, они есть, существуют вот мне в этом плане нравится, так сказать, определение подхода к алкоголю в судебной медицине и в токсикологии там четко определено, что это токсическое вещество с соответствующими последствиями там не определено, как пищевый продукт то есть там, где решение ответственное зависит от чиновников, в том числе там четко определяется, как токсическое вещество алкоголя значит, третий пункт, конечно, надо более активно общественной организации внести работу в Государственной Думе пробивать законодательные инициативы и просвещать, конечно, в основном молодежь это вести просветительскую кампанию в школах, в институтах потому что без создания активной массы понимающий этот вопрос тяжело будет, так сказать, вообще проводить это все в общество спасибо, Александр Александрович а я напомню, что это была рубрика «Актуальный комментарий» и экспертом нашей студии сегодня был Карпачев Александр Александрович председатель Союза борьбы за народную трезвость города Москва обсуждали мы сегодня ход реализации антиалкогольной концепции Российской Федерации спасибо спасибо за приглашение, всего доброго, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok